Вся правда шансона Шансон ТВ Здравствуйте! В эфире «Правда шансона» с вами Аня Каверина. Вся правда шансона За что я люблю весну, так это за солнце, улыбки и нежность, которая по непонятным мне причинам именно весной поселяется в сознании. И люди, рожденные в это время года, мне особо близки. Как правило, они добрые, спокойные, верные и, самое главное, талантливые, как Ирина Круг. В этом месяце мы от души поздравляем Ирину с днем рождения. Словно раненая птица, ты была убита горем. А теперь, рожав ресницы, ты взлетела. Вольным воля. Поселилась в наших душах, ты для всех как милый друг. Будь всегда такой же лучшей. С праздником, Ирина Круг! В детстве она, как и все, мечтала стать известной певицей или актрисой. Родители отдали Ирину в театральный кружок при Челябинском ДК, где девочка занималась творчеством. Нас поставили в круг, и там какие-то упражнения на пластику, потом, значит, надо собачку изобразить. Я думаю, что-то здесь не то. Я с занятий ушла. У меня такой характер, я бесцеремонная взяла и ушла, не объяснив ничем. Первоначально Ирина не предполагала становиться певицей и записывала песни исключительно в память о Михаиле Круге. Миша очень любил на магнитофоне в ванной записывать все. У него там специально, он берет гитару и тут же включает и записывает. У него так приходили его мысли, песни, он так писал. И как эта кассета там оказалась, я не знаю, я включаю, и эта песня «Дорога от души к душе». Я показываю ее Леониду Телишеву, потому что я никогда не связывала. И я показала ему ее, он говорит, о, давай споем. Я говорю, как? Он говорит, ну давай поедем на студию, я тебя со всеми познакомлю, на студию «Салам». Я понимаю, что там звезды, потому что я говорю, да я же петь не умею. Он говорит, давай поехали, разберемся. Есть дорога от души к душе. Я по ней иду, сбивая ноги. Однако студийные пробы пера оказались настолько удачными, что Ирина решила пересмотреть свое отношение к музыке и попытать счастье. Так в 2004 году состоялся релиз первой пластинки «Первая осень разлуки», в которую в основном вошли лирические произведения, а также песни Михаила Круга, которые он не смог записать при жизни. Несмотря на то, что в начале пути Ирина записывала в основном грустные песни, преимущественно о любви, в скором времени ее репертуар стал пополняться более энергичными произведениями. Особенно на этом фоне выделилась композиция «Букет из белых роз», исполненная вместе с Виктором Королевым. «Букет из белых роз», «Любовь здесь в каждом лепестке», «Букет из белых роз», «Такая нежная к тебе». «Помимо Королева Круг также выпустила два альбома и с Алексеем Брянцевым. «Ну кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, а если вдруг гроза, а если вдруг гроза, я тут же прилечу и спрячусь, твою речусь». Для Ирины Круг каждая песня – большой и сложный процесс, который следует понять и пропустить через себя. Только так рождаются настоящие хиты, резюмирует певица. Вот я не пытаюсь себя что-то изобразить, я выхожу на сцену и просто искренней душой пою. Вот какая есть, такая есть. Да, я не умею брать высокие ноты, там, как другие певицы. Ну и что? Вот и все. И мне необходимо. Зато у меня полный зал людей, и они со мной, и у них мурашки идут от того, что я даже что-то сказала. Звезды ночью рассыпала, душу мне печалью трогая, мне любовь не выпала, я гуляю одинокая. Пой, гитара звонкая, от заката до зари, ой, да чего ж она не громкая, это песня любви. Мы еще раз поздравляем Ирину с праздником, желаем оставаться такой же изящной, стильной, ярко сияющей и любящей долгие-долгие годы. И, конечно же, хорошего концерта 28 марта в Кроку Сити Холе. Ты просто принцесса шансона. Ты умница, ты талантливая, ты работоспособная, ты в конце концов удачливая, что касается последних лет твоей жизни. И я желаю, чтобы эта удача и дальше сопутствовала тебе во всем. Всех тебе благ, здоровья, творчества. Пусть у тебя всегда будут полные залы. Ты действительно очень достойно несешь и имя Михаила, и у тебя прекрасный вкус, у тебя хороший репертуар. И я желаю, чтобы твой концерт в Кроку Сити Холе прошел на аншлаге и не сомневаюсь, что так будет дальше. Я тебя очень люблю. С днем рождения, дорогая. С вами была Аня Каверина и «Вся правда шансона». Слушайте хорошую музыку. Поздравляйте звездных именинников «Шансон ТВ» и до скорого. «Вся правда шансона». Шансон ТВ «Вся правда шансон». Продолжение следует...